Приветствую себя, птицы и свиньи, с вами я Флейксбёрд, и вы наверное вообще забыли вам существование, так как последний ролик выходил достаточно давно. С тех пор появилось много любопытных новостей по нашей любимой франшизе Angry Birds, но большинство из них были все-таки достаточно незначительными и мало кому вообще интересными. Да, вышла типа новая игра про Angry Birds, которая на самом деле является просто компиляцией уровней с первой Angry Birds в другом порядке. Да, появилось официальное подтверждение разработки Angry Birds Go 2, но это и так было понятно из письма фанатам, которые мы разбирали в прошлом видео. Появились какие-то новые интервью, изъявления от сотрудников Rovio, но там не было чего-то конкретного, основного одного данного. Так что никто особо не интересовался этими новостями. Обычно если появляются новости, а я попадаю надолго, то он начинает писать, чтобы я снял ролик, но до недавнего времени практически никто не писал. Ну, недавнее время это месяц назад. Сейчас тоже каких-то супер интересных новостей не появилось, но я правда не выпускал видео слишком долго, так что пора бы у нее уже вернуться и сегодня мы разберем множество разных новостей по Angry Birds. Что там с Bad Piggy 2 и Go 2 и были ли еще какие-нибудь анонсы новых игр? Почитаем интервью гендиректора Rovio, где он ответил на множество вопросов фанатов. Неужели Rovio слили данные игроков в сеть? Что там с мой сериал на Netflix? Про него там вообще случайно не забыли? И посмотрим какой вышла новая игра Angry Birds Reloaded. Полетели. Начнем мы с очередного письма Rovio. Игроки Angry Birds Friends наверняка уже знали о нем и наверное уже забыли, потому что это письмо Rovio выложили еще в июле. Ну так вот, 16 июля в Angry Birds Friends игрокам пришло оповещение, в котором была кратко изложена ситуация со сливом базы данных игроков. И была ссылка на большое письмо на сайте Rovio. Ссылка на него будет внизу, так что давайте перейдем к нему. Письмо написано на пяти языках. Английском, французском, датском, итальянском и испанском. Ну чтобы больше игроков смогли почитать о том, что случилось с их данными. Давайте прочитаем. С 25 августа 2020 года по 24 мая 2021 года копия игровой базы данных Angry Birds Friends была общедоступна и в интернете. Базу данных было очень трудно найти. У нас нет доказательств того, что кто-либо вращался с данными со злым умыслом. Как только это было обнаружено, мы сразу же запретили весь внешний доступ к базе данных. 24 мая 2021 года. Мы также незамедлительно привлекли наш ведущий орган по защите данных. База данных содержала внутриигровой профиль, включая игровой прогресс и результаты в таблице лидеров каждого игрока, который начал играть до 25 августа 2020 года. Кроме того, профили тех игроков, которые зарегистрировались через Facebook, могут включать некоторую информацию об их общедоступном профиле в Facebook. Максимум имя, фамилию, пол и дату рождения, если это то, что игрок добавил свой профиль в Facebook. Профиль игроков не содержит таких данных, как контактная информация , пароли или информация о способах оплаты, таких как кредитные карты. Данные не могут быть использованы для получения доступа к вашей учетной записи или для совершения покупок в игре без вашего разрешения. Мы с уверенностью можем сказать, что ваш игровой аккаунт не подвержен риску. Если у вас есть какие-либо вопросы об этом сообщении, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам через наш канал поддержки в игре. Свяжитесь с нами через игру, нажав на значок шестеренки, а затем поддержка. Или по электронной почте по адресу privacy.sobaka.rovia.com. Rovia ценит безопасность своих игроков и их данных. И несмотря на то, что конфиденциальная информация не просочилась, мы очень серьезно к этому относимся. Мы приняли меры и будем продолжать упорно работать, чтобы ничего подобного больше не повторилось. Ну, что на это можно сказать? У Rovia опять проблемы с данными игроков. Некоторые помнят, как прогресс в старых играх просто удалился, и потом он еще не у всех вернулся. Давайте вернемся к новости. Из письма уже ясно, что ничего страшного не случилось. Данными нельзя было воспользоваться для входа в аккаунт. Да и вообще, эти данные и так вроде были общедоступны и видны другим игрокам в игре. Ну, по крайней мере, так написали сами Rovia. Но не думаю, что Rovia знает ваши пароли в Facebook. Ну, по крайней мере, это не закон. Да и тем более, все эти данные и так продаются в Дарфнете. Ну, по слуху, разумеется. Так что можете быть спокойны. Как эти данные попали в сеть? Ну, скорее всего, обычная утечка, ошибка кого-либо из сотрудников. И если сами Rovia не могли найти эту базу 10 месяцев, то вряд ли ее кто-то увидел и шло как-то воспользоваться этими данными. Тем более, ничего такого супер конфиденциального не слили. Правда, Rovia удалили базу данных в мае, рассказали бы утечке только в конце июля. Ну, возможно, они проверяли, удалили ли они все данные, или где-то есть еще утечка, проверяли сами данные. И это заняло у них так много времени. Возможно, не думали, стоит ли об этом вообще писать, но все-таки написали. Потому что, если это где-то всплывет и все знают, что Rovia скрывали утечку, будет не очень хорошо. Забавно, конечно, читать это сейчас после обала сервиса фейсбука и всяких слухов про слив всех данных пользователей соцсети в дартнете. Ну, ладно. С этим письмом все ясно. Ничего страшного, Rovia не случилось. Перейдем к новостям по играм. Теперь про письмо, которое мы обсуждали в прошлом ролике. Как вы помните, в прошлом ролике мы обсуждали письмо Rovia фанатам, которым было сказано, что компания работает над ремейками своих старых игр. Какие это будут именно игры, не заявлялось. Но вот недавно на Геклабе появился опрос по игре Angry Birds Go. Ну, вы понимаете, такой же опрос, как UBPG2, DoubleCrossed и LaunchIt, о которых я уже рассказывал в прошлых роликах. Про эти игры мы сегодня еще поговорим попозже. Сейчас сосредоточимся на Angry Birds Go. Реклама этого опроса, в отличие от других, появлялась в самой игре Angry Birds Go, что довольно неожиданно, учитывая то, что Rovia официально убрали игру. Мне кажется, это правильное решение, потому что Rovia издает мнение фанатов Angry Birds Go, которые до сих пор в нее играют, а не случайных людей соцсетей, как это было с прошлыми опросами. Когда вышел этот опрос, я был в отъезде и пропустил его. Сейчас, если перейти по ссылке на опрос, то будет написано, что он завершен. Так что сейчас мне придется использовать записи других блогеров. Ссылки на оригиналы видео я оставлю. Разберем опрос. Он вышел довольно интересно. Сначала спрашивают, как обычно, пол и возраст. Затем, насколько вам нравится играть в Angry Birds Go. Это не особо интересно. Дальше идут вопросы про время. Спрашивают, сколько вы играли в Angry Birds Go за последний месяц. Тут три варианта. Или все реже и реже. Так же, как и всегда. Или все чаще и чаще. Когда и где вы играете Angry Birds Go. Дома, на учебе или работе, на свежем воздухе, в путешествии или поездке, или где угодно, когда есть время. Также нужно выбрать, во время коротких или длинных перерывов вы играете. Ну или вы можете сами написать другой вариант. Дальше, что вам больше всего нравится в игре? И что не нравится? Что заставляет возвращаться к игре? Ну тут все ясно. Дальше вопрос для тех, кто почти прекратил играть в Angry Birds Go. Почему вы почти прекратили играть или сделали большой перерыв? Ну, в основном все это сделали из обновления 2.0, после которого изменилась прокачка в игре, интерфейс, сбросили прогресс и добавили кучу доната. И наконец рове узнают, что игроки думают по этому поводу. Дальше нужно выбрать, какие именно вещи в игре приносит вам удовольствие. Прокачка автомобилей, открытие новых автомобилей, отдых с веселим и казуальным геймплеем, поиск скрытых уровней или функций, смотреть как другие играют на Angry Birds Go. Ладно. Соревнования с друзьями и семьей, открытие птиц и свиней, врезаться в автомобиль соперников и всячески мешать им приехать к финишу, проходить уровни на 3 звезды, разнообразие игровых режимов, сюжетная кампания, захватывающие гонки, улучшение скилла в гонках, короткое время гонок, из-за которой можно играть в игру когда и где угодно. Или я просто играю, чтобы убить время, игра не сильно интересна. Ну и можно написать свой вариант. Здесь можно выбрать любое количество ответов и это круто. Дальше идёт похожий вопрос с такими же вариантами ответа. Что для вас самое главное в Angry Birds Go? Здесь можно выбрать только один ответ. И круто, что Рове сделали два вопроса, в одном можно выбрать всё, во втором только одно. В вопросе по Бэтпигис 2 иногда можно было выбрать только три ответа и это сложно, когда для тебя все вещи и варианты ответа важны. Так что Рове пытается сделать тесты более гибкими и удобными для игроков. Ладно продолжим. Теперь вопрос про то, что вас не устраивает в игре. Здесь можно выбрать любое количество ответов. Гонки слишком короткие, сложно собрать монеты, недостаточно уровней или контента для игры. Трудно управлять машинами, трудно обыграть других игроков, трудно избежать столкновения с другими автомобилями, трудно или дорого разблокировать и обновить машины. Гонки слишком долгие, игра скучная, игра слишком простая, не хватает сюжета, сложно управлять рогаткой на старте, вокруг меня нет друзей, с которыми можно было поиграть. Да, проблемка. Слишком много рекламы, в игре не хватает социальных функций, непонятно что делать в игре, свой вариант ответа или всё не нравится. К сожалению, про систему прокачки доната здесь нет. Ну кроме сбора монет. Ну хотя бы что-то. Ну ладно, дальше идут вопросы про вашу цель в игре. Насколько вы чётко знаете цель, которую хотите достичь в игре? Своими словами пишите вашу главную цель в игре. Наверно эти вопросы нужны, чтобы лучше понять, чем фанаты хотят заниматься в игре. Дальше вопрос. Насколько вы чувствуете себя профессионалом в игре? Насколько игра сложна для вас? Какой ваш любимый режим в Angry Birds Go? Компания? Ежедневный заезд? Режим вечеринки? Или вы не знаете? Можно выбрать несколько ответов. Если вы не выберете, я не знаю, то вас спросят, какой из выбранных вами игровых режимов ваш самый любимый. И уже тут можно выбрать только один ответ. Когда выберете, вам предложено написать, почему этот режим ваш любимый. Потом идет вопрос про самый любимый режим гонки. То есть обычная гонка, где нужно приехать первым, потом гонка на время таймбоб, собирание фруктов и битвы с боссом. Ну или я не знаю. Здесь можно выбрать только один вид гонки, и потом вас спросят написать, почему он ваш любимый. В этом вопросе у нас вообще часто просто что-то написать, а не просто галочки ставить. Что хорошо, ведь это формирует прямой диалог разработчиков с игроками. Потом нужно выбрать вашего любимого гонщика из игры. Потом опять пишем, почему он самый любимый. Потом спрашивают, какое количество уровней компании вы прошли. Ну, тут все понятно. Потом вопрос про то, как часто вы играли в Angry Birds Go за последние две недели. Здесь нет ответа, я не играл. Но опять видно, что вопрос рассчитан на людей, которые играют в Angry Birds Go, и там увидели рекламу этого вопроса. Как вы узнали об игре впервые? Я искал гоночную игру, видел рекламу, наткнулся случайно на магазине приложений, мне порекомендовал друг или член семьи, я искал новый Angry Birds, чтобы поиграть, я искал другую игру Angry Birds и нашел Angry Birds Go, я не знаю, не помню или другое. Ну, это нужно, чтобы понять, играют ли в игру только фанаты Angry Birds, и как работает маркетинг ровер. Дальше идет вопрос, насколько вы являетесь фанатом Angry Birds. Огромный вентилятор. Вы когда-нибудь играли в одну из следующих игр ровер? Angry Birds 2, Angry Birds Classic, Angry Birds Trio, Angry Birds Seasons, Angry Birds Space, Angry Birds Star Wars, Angry Birds Dream Blast, Angry Birds Epic, Angry Birds Evolution, Angry Birds Friends, Angry Birds Retourney, Angry Birds Transformers, Bad Piggies, Darkfire Heroes, Small Town Marders, Sugar Plus. Ну, как видно, здесь нет Angry Birds Fight, так что не думаю, что Рови планируют его возвращать, только если не будет фанатской активности с просьбой вернуть. Но пока Рови вряд ли ей занимается, тем более фанаты во всю семи разрабатывают возвращение Angry Birds Fight, про которое мы еще поговорили. Здесь есть Star Wars и Рио, но что с ними будет, непонятно. Рови вроде контракт закончился, и поэтому эти игры делать они не могут. Но только если продлят контракты, а Blue Sky Studios, который принадлежит Рио, закрылась. Но Blue Sky Studios принадлежала Диснею, так что права перешли к нему. Ему также принадлежат Звездные войны. Но пока ничего не ясно. Комментариев Рови об этих играх не было. Потом вопрос с такими же ответами. Играли ли вы в какие-нибудь из этих игр за последние две недели? Как вы относитесь к птицам и свиньям? Именно к персонажам, не считая игр. Птице нравится намного больше свиней, птице нравится немного больше свиней. Я люблю их одинаково. И свиньям нравится гораздо больше, или немного больше птиц. Ну или я не знаю. Этот вопрос нужен для того, чтобы знать, кого вы лучше вывести на первый план в игре. Насколько вероятно, что вы порекомендуете кому-нибудь Angry Birds Go? Что бы вы изменили или улучшили в Angry Birds Go? Ну и здесь можно написать что угодно. Надеюсь, игроки воспользовались этой возможностью и написали все по делу. Если бы у вас был выбор, какую часть игры вы бы хотели улучшить? Компания, гонщики, многопользовательская игра, гоночные трассы, ежедневные гонки или испытания, прокачка и создание машины. Я не знаю ничего из этого. Я не знаю, что бы выбрал я, потому что здесь можно выбрать что-то одно, а улучшить можно все. Когда выбираете вариант, вас просят написать, что вы конкретно хотите лучше. На каком устройстве вы хотите играть в игру? ПК, консоль, портативная консоль, только на мобильных устройствах. Дальше идет интересное. Здесь проведены некоторые потенциальные функции для направления развития Angry Birds Go. Оцените их в порядке интереса от 1 до 7. Больше разрушений во время гонки, которые можно использовать как преимущество в борьбе с противниками. Настройки персонажей, например скины для птиц и свиней или эмоции. Больше мультиплеерных режимов. Гонки в новых мирах и локациях. Например, из вселенной Angry Birds. Создание собственной трассы, больше функций для зрителей. Например, наблюдение за другими гонками, публикации, воспроизведения их в социальных сетях. Сборка и оснащение картинга. Ну, это все. И мне все это нравится, хотя и понятно, что скины будут донатными. Я бы очень хотел больше локаций, и лучше бы, чтобы они были из других игр и материалов про Angry Birds. Ну и хочется, чтобы режимов было побольше, и можно было создавать свои трассы. Это повысило бы реиграбельность. Ну ладно, надеюсь, хотя бы что-то одно из этого мы увидим. Перейдем к следующему вопросу. Нас благодарят за отзыв и просят в каких-то других опросах назвать ваш любимый жанр игр в мобильных устройствах. Шутеры, ботлы рояли, экшен, Brawl Stars, головоломки, спортсимуляторы, аркады, казуальные игры, RPG, MOBA, музыкальные игры, гонки, песочницы, игры-слова, симуляторы, казино, настольные игры или я играл в такой Angry Birds Go. Вы когда-нибудь играли в какую-нибудь из следующих игр? Их список вы видите на экране. Я проговаривать только игр не буду. Потом спросят, какие из этих игр вы играли за последние две недели? И последний вопрос об играх. Какой аспект мобильной игры необходим, чтобы вы получали удовольствие от этой игры? Интенсивный волнительный геймплей, выполнение всех миссий и сбор всех достижений, возможность проявлять творчество и выражать свою индивидуальность в игре, улучшать свой скилл в игре, хорошая история и интересные персонажи, изучение игрового мира и становление игровым персонажем, вхождение в его роль. Такой же вопрос был и в других опросах. И последний два вопроса. Какие соцсети вы используете хотя бы раз в две недели? И да, здесь к сожалению нет одноклассников. И кем вы работаете? Это был весь опрос, и на мой взгляд он вышел гораздо лучше, чем прошлый. Здесь было меньше одинаковых тупых вопросов, типа, что вас заставило нажать скачать, что вас заставило нажать на рекламу. Этот опрос получился более гибким, было еще выбрать, и Рови даже написали нам некоторые задумки о будущем игры. И не было ограничений по количеству вариантов, так что надеюсь, что опрос поможет Ровио. Жалко, что я не успел проголосовать. Что касается самой Angry Birds Go, то пока все равно не ясно, как вернется игра. Будет ли это просто ремейк или полноценный сиквел? Я думаю, что в любом случае в игре будут изменения, и Ровио будет поддерживать игру. А какое будет у меня название, Angry Birds Go 2 или Angry Birds Go Remake, не имеет значения. Так что будем ждать новостей об этом проекте. Еще про Angry Birds Go. Фанаты создали фейковую диклабовскую страницу Angry Birds Go 2, Angry Birds Transformers 2 и Badpages 2. Не знаю зачем они это делают, просто по приколу. Но теперь будете знать. Поэтому если увидите что-то подобное, это скорее всего фейк. Также есть подозрительные страницы гиклаба DoubleCrossed и Badpages 2, стилизованные под Steam, а не под Play Market как обычно. Что как бы говорит о том, что Ровио планирует выпускать игры в стиме, но может это очередной фейк. Ну ладно, хватит о непонятных фейках. Что касается самих игр. С момента появления опросов о Angry Birds Go прошло 3 месяца. Но больше никаких других опросов по играм, которые Ровио вернут, не появилось. Что говорит о том, что скорее всего они сосредоточены на Angry Birds Go и Badpages 2 и другими проектами пока не сильно занимаются. Но с опросами мы не заканчиваем. На фоне опроса по Angry Birds Go потерялись еще опросы, но по играм, которые уже вышли. Это довольно странно, раньше Ровио не делали опросы по вышедшим играм. Зачем их вообще делать? В роли появилась страница игры Angry Birds 2 и там тоже есть опрос. Но зачем? Если игра вышла 6 лет назад. Саму страницу я не нашел. Про этот опрос упоминается только в одной ветке твиттера. И ссылки там к сожалению нет. Есть только пара склинов. И вы наверное скажете, что это очевидный фейк, ведь ссылки нету и зачем Ровио создавать опрос по существующей игре. Но вообще нет ничего странного, что Ровио создали опрос. Они сейчас прислушиваются к фанатам и хотят сделать все игры лучше. Поэтому и сделали опрос. И я бы его прошел, потому что Angry Birds 2 вообще не развивается. Единственное что там добавляют это только шляпы. Да зачем мне эти ваши шляпы? Может это все-таки фейк? Но скорее всего нет, ведь Ровио также создали опрос по Angry Birds Dream Blast. Но хотя может и фейк. Кто знает. Ну так вот. В Японии появились рекламные объявления Angry Birds Dream Blast в фейсбуке. Если нажать на них, вот это поворот, вас перебросит на страницу игры в Geek Lab, где нажав установить, откроется опрос по игре. Удивительно, но он до сих пор доступен. Ссылку на него я оставлю, можете пройти. Возможно его не закрыли из-за того, что игра уже вышла. И Рови хотят смотреть реакцию фантов на обновление изменения, которые они вносят по просьбе игроков. Но с другой стороны реклама перестала показываться и возможно Ровио просто забыли закрыть опрос. И больше его не читают. Но все равно пройдите. В этом опросе есть две страницы на японском и английском. Хотя язык в опросе можно просто сменить. Также Ровио сделали опросы по другим своим играм, но уже не посвящен Angry Birds. Это Бумин Бласт и Супер Натурал Сити. И их тоже до сих пор можно пройти. Ссылку я оставлю. Но в отличие от Дрим Бласта, тогда эти игры не были релизнуты. Причем для Муви Бласта Ровио создали 6 страниц на Geek Lab. 6. У них немного разные названия, хотя стоп. Там есть еще страницы на японском, причем две, которые отличаются одной картинкой и у них есть копии, но на английском. При этом там он просто отличается от того, который у тех 6 страниц. все эти опросы еще можно пройти. Знаете, что Ровио? Зачем вам столько страниц? Чтобы узнать, какое название более хайповое? Ладно. Лучше даже не пытаться понять, что здесь происходит. Что касается всех этих опросов, я их здесь разбирать не буду. Это займет много времени, многим будет неинтересно. Тот, кто хочет, может пройти сам. Или же я могу выпустить отдельный ролик с подробными анализом этих опросов. Так что пишите, если хотите этого. В целом, ничем особо от прошлых опросов они не отличаются, ну кроме дизайна. Да и между собой некоторые опросы вообще ничем не отличаются. Просто там поменяли название Angry Birds в каком-то опросе на Moomin. И недавно появился опрос и про Angry Birds Friends, который еще можно пройти. Кстати, еще про Dream Blast. Три месяца назад выходил трейлер Dream Blast. И он получился очень красивым, миткинепатографичным и, да, реально крутым. Наконец-то нормальный трейлер, а не просто сухой геймплей и невнятное слайд-шоу. И я даже не помню, когда мы последний раз видели такой трейлер. И для фанатов Angry Birds это стало реальным событием. Все были восхищены трейлером и обсуждали его. На ютубе он собрал 2 миллиона просмотров. Представляете, насколько сголодали фанаты по нормальному контенту, что даже обычный трейлер вызвал у них столько эмоций. И на самом деле это реально круто, что Рой возвращает анимационные трейлеры. Это говорит о том, что старые золотые времена Angry Birds возвращаются. Наконец, можем поговорить не о опросах. Но это тоже связано с ними. На Game Industry Biz вышла статья, в которой глава стратегии бренда Angry Birds Бен Мэттис рассказал о многолетнем плане по созданию единого канонного франшизе Angry Birds. Всю эту статью читать вам не собираюсь, можете почитать сами. Ссылку я оставлю. Если вкратце, то Бен Мэттис всю статью ходит вокруг да около и говорит о чем угодно, кроме самого канона. Суть вот в чем. Рови хотят объединить в один канон игры, фильмы, мультсериалы и все такое, чтобы каждое новое произведение вписалось в этот объединенный канон. Это не означает, что они хотят создать свою киновселенную Марвел с глобальным сюжетом, где каждая игра оказывает влияние на все остальное. Ну а Рови также не хотят, чтобы не была разорозненная вселенная с несвязанными друг с другом мультсериалами и играми. Не хотят сделать что-то среднее. Игры не обязательно должны вписываться в одновременную шкалу или истории. Да, понятие довольно трудное, но Бен Мэттис сказал, что в ближайшие месяцы мы поймем, что это значит. Прошло три месяца. Никто ничего не понял. Angry Birds Are Loaded это первый шаг к объединению франшизы. Также он сказал, что недостаточно качественные игры, которые были отменены, не являются частью канона. И по этой логике сейчас каноном являются только Angry Birds 2, Angry Birds Friends, Dream Blast, Pop, Transformers, Evolution, Badpigis и другие, которые остались в магазинах приложений. Ну ладно, давайте не будем сбегать вперед. Вообще, нужно ли объединять канон? Пока на это сложно ответить. Раньше все спокойно жили и без поводок единого канона. Angry Birds Space Go, Transformers, Toons, Friends, Badpigis и другие нормально существовали. Хотя, казалось бы, они друг другу противоречат. А где были и комиксы, комиксы Angry Birds Transformers совсем совпадают с игрой, например. А когда вышла Angry Birds в кино, как бы появилось два отдельных канона. Потом еще появился Dream Blast. Но потом в Angry Birds 2 добавили Зету и Леонардо. Что довольно-таки странно, ведь там есть другой король синий. Ну давайте по-честному. Всем всегда было как-то пофиг на это. Ну, Angry Birds это как ситком, к правилам которого никакие змеи ни на что не влияют. Потому что следующая серия начинается в тех же обстоятельствах, как и все остальные. И всем было все равно на какой-то единый сюжет, канон, даже когда вышел Angry Birds Movie. Даже появление Леонардо в Angry Birds 2 не особо кого-то волновало. А теперь Ровер будет пытаться все объединить. И не станет ли от этого хуже? Оригинальный король свиней, по идее, должен быть заменен Леонардо. Навсегда исчезнуть из франшизы. Наверное, раньше Ровио планировали переделать все под канон Angry Birds Movie. Но новый дизайн многим не понравился. Вообще объединить все в один канон идея неплохая. Но как все будет состыковываться не ясно. Будем надеяться, что Ровио знает что делать. Зачем вообще компании это надо? И раньше же все хорошо работало. Или нет? Если почитать статью дальше, то все становится понятно. Ровио нужно привлекать новых игроков и при этом не потерять старых. И для этого нужна единая вселенная, чтобы объединить всех фанатов. Angry Birds одна из немногих мобильных игр, которая может вызывать ностальгию. Чтобы алтфаги играли в новые игры, им надо показать, что они являются предложением старых. И птицы там такие же классные, как и были раньше. В то же время есть и фанаты, которые начали играть после Angry Birds в кино. Им понравился новый канон. И поэтому полностью выкидывать фильмы в мусорку нельзя. И как раз Angry Birds Reloaded попытался объединить оба канала. Чуть позже мы посмотрим на сколько хорошо это у него вышло. А пока я хочу еще раз вернуться к статье. В конце Бен Мэти сказал, что многие игроки ушли после того, как игры Angry Birds перешли на фри-ту-плей модель. То есть игра бесплатная, но там есть реклама и донат. И об этих игроках Ровио тоже придется думать. Angry Birds Reloaded и вышла с расчетом на них. Так что давайте перейдем к этой игре. 15 июня вышел первый трейлер Angry Birds Reloaded. Все конечно были очень удивлены и безумно рады. Наконец Ровио выпустили игру в классическом геймплее с рогаткой. Но потом пользователи Android заметили, что игра будет доступна только на устройствах Apple. И немного расстроились. Потом и пользователи устройства Apple заметили, что игра будет доступна только по подписке Apple Arcade. И немного расстроились. Я тогда предполагал, что возможно игра в этом году вообще не выйдет. Но 16 июля она стала доступна для подписчиков Apple Arcade. Но лучше бы она и правда в этом году не выходила. Apple Arcade это онлайн сервис цифрового распространения компьютерных игр по подписке или мобильных устройств. Настойных и портативных компьютеров и телевизионной приставки компании Apple. Программный клиент Apple Arcade обеспечивает установку и регулярное обновление игр. И облачное сохранение игр. Когда подписчики могут прерывать игровой процесс на одном устройстве и в любой момент возобновлять его на другом. Apple Arcade также выполняет роль средств технической защиты и авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потоков вещания для игроков. Вышло на 2019 году, стоит 5 баксов в месяц. В России 200 рублей. Ну давайте посмотрим в какие хиты мы сможем поиграть по этой подписке. Лего Бравлз? Что это вообще? Ладно, если говорить честно, то уже после выхода Angry Birds Reloaded вышло довольно много интересных игр на Apple Arcade. Один ремастер кат за роб, который выходил в один день с птичками, чего стоит. Так что сейчас эта подписка кажется довольно привлекательной для мобильных геймеров. Так что если бы я играл в мобильные игры, у меня был айфон, возможно я бы даже подумал о ее покупке. И мне интересно, если кто-то купил эту подписку, напишите как она вам. Не думаю правда, что кто-то из смотрящих ее купил, но ладно. Перейдем к самой игре. Для начала про нее нам расскажет наш старый знакомый Бен Мэттис. Angry Birds Reloaded это сочетание классического геймплея основанного на физике Angry Birds. С современным польским... Простите, сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Angry Birds Reloaded это сочетание классического геймплея основанного на физике Angry Birds с современной полировкой. Сказал Бен Мэттис, старший вице-президент по будущему игры стратегии Angry Birds в интервью порталу Снет. Это должно вызвать ностальгию поклонников оригинальных сердитых птиц, но в то же время быть современным, стильным и новым, сказал Мэттис в электронном письме. В Angry Birds Reloaded король свиней и его орлиные приспешники... Да, на Снет так и написали, что орлы это приспешники короля свиней. В игре, конечно же, такого не было. Ох уж эти журналюги, как всегда, не разберутся в теме и напишут, что попало. Так, еще раз. В Angry Birds Reloaded король свиней и его орлиные приспешники у короля яйца. Птицы должны забрать их, пока не стало слишком поздно. Обновленная игра приносит новых персонажей, испытания, динамичный режим геймплея и визуальные улучшения. Но вы все еще можете стрелять из рогатки Рэдом, Чаком, Бомбом, Сильверой и остальной частью банды Angry Birds. По словам Мэттиса, стойкость Angry Birds отчасти обусловлена его универсальностью и доступностью, которая приветствует игроков всех возрастов. Но за его простотой скрывается потребность стратегии, которая добавляет глубину игре и заставляет людей возвращаться. Angry Birds Reloaded выходит в то время, когда мобильные устройства ушли далеко в развитие по сравнению с теми, которые были доступны в 2009 году. Возможности 5G, чип компании Apple, A14 Bionic, iPhone 12 и другие технологии вывели мобильные игры на новые высоты. Мэттис говорит, что культовая серия воспроизводится как на высокопроизводительных, так и на низкопроизводительных устройствах, оставаясь независимой от определенных аппаратных функций. Конечно, игра устанавливается и запускается быстрее с 5G. А14 это круто, но наши игры работают со 60 кадрами в секунду на гораздо более старом оборудовании, поэтому никому не придется чувствовать себя отставшим, сказал Мэттис. Господи, игра и так ставится за пару секунд даже на плохих телефонах. Вы хотите что ли спидран установки с 5G и А14 устроить? Несмотря на то, что трудно представить кого-то, кто хотя бы не слышал Angry Birds, Рови все еще считает, что есть место для роста. Angry Birds Reloaded это шанс для целого поколения детей познакомиться с любимой франшизой, по словам Мэттиса. Но не волнуйтесь старые фанаты, Рови продолжает работать над индивидуальным опытом для тех, кто играет с момента первого запуска. Мы абсолютно уверены, что Angry Birds исторически приносил улыбки и радость всем возрастам везде, и мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать, что это никогда не изменится, сказал Мэттис. Ну, звучит как всегда хорошо, так что посмотрим какой на самом деле получилась игра. Angry Birds Reloaded выполнена в тонистическом геймплее с рогаткой. Физика по заверениям разработчиков взята из Angry Birds Classic. Здесь есть система оценения прохождения с тремя звездами. Игра сделана в стиле Angry Birds Friends. Сюжет основан на фильмах про злых птиц. Сразу нужно отметить, что эта игра не является возвращением Angry Birds Classic, а просто вдохновлена, а разработка ремейка самой первой Angry Birds уже идет. В Angry Birds Reloaded 10 эпизодов по 45 уровней в каждом. 7 эпизодов посвящены противостоянию птиц и свиней. Чтобы открыть новый эпизод, нужно пройти предыдущий. Действия первых трех эпизодов разворачиваются на птичьем острове, а в следующих четырех на острове свиней. Но чтобы открыть последние три эпизода, в которых действия происходят на острове орлов, нужно впечатлить Гэри. Он не особо впечатлительный, и поэтому единственный вариант это собрать 560 звезд. Геймплей на игре ничем не выделяется. Старая физика, объекты из других частей серии. Здесь есть пауэрапы, точно такие же, как и Фрэнс. Но здесь нету могучего орла. Также здесь нету золотых яиц, бонусных уровней и вообще секретов или предметов для коллекционирования. Зато есть внутренний игровой валютный магазин, как Фрэнс. Интересно, что в игре есть бесплатный прицел, строящий неполную траекторию. В первой Angry Birds и Фрэнс никакого бесплатного прицела нет. Такой прицел есть в Angry Birds 2. Ну, как говорится... Не хардкорно, не хардкорно, а казуально, ну как обычно. Но я не вижу в этом никакой проблемы, разве Angry Birds 2 хуже из-за того, что там есть прицел? Робби просто хотел сделать игру дружелюбнее для всех игроков. Потому что в неё будут играть люди с подпиской Apple Arcade, и далеко не все из них вообще играли в Angry Birds. Это была бы проблема, если бы это был ремейк классик. Но это просто самостоятельная игра. И понятно, что Роя добавит сюда прицел, как и в своих последних играх. В игре 13 игровых персонажей, если не считать Вингмана. Ред, Чак, Бомб, Матильда, Джим, Джей и Джейк, Хелл, Терренс, Стелла, Бабблз. Способности у них такие же, как и в других играх серии. Их дизайн взят из Angry Birds Friends. Единственная разница между ними — это новые звуки. В игре есть Сильвер. Её способность идентична способностям в Angry Birds 2. Но дизайн у неё новый. Из фильма Angry Birds 2. И, возможно, для кого-то это и минус, но мне нормально. Понятно, что если играть снова на фильме, то Сильвер будет такой. В этой игре Леонард является гравильным персонажем. При нажатии на экран он выбрасывает сопли и летит в противоположную от них сторону. Его способность похожа на Хэла. Кортни одевает на себя костюк Харви и при нажатии на экран она вылетает из него вниз. Это отсылка к этой сцене. Способность похожа на Матильду. И последний игровой персонаж, если не считать Вингмана, который является просто улучшенной версией Терренса — это Гэри. При нажатии от него отделяются два стаканчика кофе. Это напоминает способность и не троицы. Перейдем к противникам. Здесь появляются свиньи-миньоны, капрал, усатый барон и орлы разных цветов. Ну и все. В игре есть два босса. Первый из них — это король свиней Леонард. Да, получается, старого короля свиней здесь, увы, нет. И возникает вопрос, а не заменят ли его во всех играх на Леонарда? Путеровья хотят объединить франшизу. Пока непонятно. Потерять старого короля, если честно, не очень хочется. Ну ладно. Второй босс — это Зетта. Здесь также есть два персонажа, которые появлялись только в катсценах. Это свиньповар и могучий орел. С персонажами это все. Поговорим о визуальном стиле. Как я уже говорил, все персонажи-объекты взяты из Angry Birds Friends и сделаны в ее стилистике. Анимации при прогрессе и победе также похожи на те, которые мы видели в Friends. В трейлере был момент, когда с надписью Новой Миры нам показывают фоны из Angry Birds 2. Но, на мое удивление, в игре их нет. Все фоны более-менее оригинальные. В игре есть анимированные катсцены, но они не имеют никакого отношения к происходящему в игре. Ну, кроме последних эпизодов. Вот самая гениальная катсцена. Да, и это все появление могучего орла в игре. Это просто самая лучшая кабео в истории всего. А с серьезно Рови взяли самую тупую шутку из фильма. Они и так уже назвали эту сцену лучшей в фильме. Но нет. Ее надо было добавить и сюда. Ладно, еще эта шутка была в фильме. Она, конечно, не самая интеллектуальная, но один раз приткнятся можно. Но вы ее спалили еще в трейлере. Потом все увидели ее еще раз в фильме. И ладно, ведь там она была сюжетно обоснована в отличии от игры. Вы серьезно добавили сюда орла только ради этого? Я понимаю, вам было лень заморачиваться и делать орла игровым персонажем, ведь в Angry Birds Friends его нет и все она делает с нуля. Но зачем делать такое тупое камео? Мы бы и без орла эту игру пережили. Но если вам прям так хочется, могли бы добавить его в катсценах на орлином острове, например. Ах да, тогда же нужно еще его дочку добавить и катсцен побольше сделать. А какого качества игры вообще катсцены? Я слышал, что многие хвалили их, типа первые анимированные катсцены во франшизе. Начнем с той катсцены с орлом. Эта катсцена сделана очень плохо и первый раз, когда я ее посмотрел, даже не понял, что орел справляет нужду. Но почему это нельзя было нормально сделать? Почему перспектива здесь не соблюдена? Орел же вроде далеко, свиньи близко, тогда почему струя к ним падает или струя тоже вдалеке и свиньи ее не видят? А почему тогда она такая широкая? Ладно, о чем я вообще думаю? Единственное, адекватный здесь бомб. Ладно, а какой здесь вообще сюжет? Могут типа свиньи купаются, на месте свиньи, судя по всему, хотели оказаться сотрудники ровио, свиньи видят птицы и конец. А потом совершают задание со свиньями. И как это вообще связано? Свиньи просто купались, даже яйца не украли, а тогда почему? Птицы стали какими-то садистами или расистами? Честно не знаю, почему они напали на свиньи. Из таких консенсов стоит, к сожалению, почти вся игра. Все не несут никакого смысла и их можно просто убрать из игры. И будет даже лучше. Вот свадьба Терренса и Матильды. Да, и это теперь точно канон, рови объединяют вселенную и все такое. Так вот, идет свадьба. Как вдруг из свадебного торта вылезают свиньи. И что? Почему? Зачем? Зачем свиньи туда залезли? Или они украли торт и заменили его поделкой? Зачем тогда показались? Неважно. Ну пошли дальше рушить дабасу ей. Я не знаю, чего сложного в том, чтобы сделать катсцены как в старых играх, где свиньи просто воруют яйца. Однообразно конечно, но хотя бы вопросов нет. А то вот это что? Что я сейчас посмотрел? Почему птицы полезли в город? Яйца они в прошлом эпизоде достали. Откуда здесь Леонард, если его только что избили? А вот тут, что у птиц за план секретный? Почему свиньи нельзя его знать? А здесь что вообще происходит? Как это связано с игрой? Да, если про качество самой анимации, то она нормальна. Видно, что они сильно парились. Все задники размыты и перспектива странная. Анимации самих персонажей простые. Катсцены есть в начале каждого эпизода, в двух эпизодах также есть заключительная катсцена. Я понимаю, что в эту игру играть будет не из-за сюжета, но, блин, нельзя было сделать хотя бы понятные ролики, которые не противоречат происходящему. Вы их что за час до релиза рисовали? Я не знаю, зачем они так сделали. Может хотели, чтобы игра не напоминала Angry Birds Classic? Ладно. Хорошо, может я и правда слишком придираюсь. Главное же интересный геймплей, а не сюжет. Ну ладно, раз сами хотите рассмотрим геймплей. Я уже говорил, что здесь физика из оригинальной игры, рогатка, ну и все такое. Так что давайте рассмотрим сами уровни. Помните, как у Роми постоянно говорили, что это не ремейк или возвращение Angry Birds Classic? Игра просто немного вдохновлена ей. Ну и я тоже так думал, пока не посмотрел летсплеи. Да, лучше бы они вдохновились делать по 4 катсцены в эпизоде, а не просто копировать уровни. Меня довольно часто спрашивают, почему я пропадаю постоянно на год. Типа, почему не делаю ролики, чем я сейчас занимаюсь? Так вот, вот чем я занимаюсь целый год. Музыка 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 Ссылка на полный список уровней будет в описании и также на канале уже есть видео со сравнением всех уровней из Reloaded Classic. И если что уровни в роликах с демонстрацией способностей появляются в игре. Ну, надеюсь, теперь вы это понимаете. Да, вся игра это просто уровни из Angry Birds Classic в другом порядке. Из-за этого постоянно меняются тематики сложности уровней. Я не знаю, что здесь можно сказать. Не зря Рови постоянно писали про то, что эта игра не является возвращением Angry Birds Classic. Потому что подумать так можно. Они написали, что вдохновлялись. Ну, нормально так вдохновились. Практически нигде на уровнях ничего не изменено. Ну, только здесь мы каски шахтерские уберем. А то как-то вообще в сайтник не вписывается. Да, Рови писали, что там будут старые уровни, но и новые. А их найти в этой игре не так уж и просто. В игре 60 оригинальных уровней. Это чуть больше одного эпизода. А может даже и меньше. Просто я их не нашел. Или они были взяты из другой игры. Не знаю. Но на такую проверку мне нужен еще год. Оригинальные уровни разбросаны очень странно по игре. В пятом эпизоде он один. В последнем 29. Закономерностей нет никакой. Я понимаю, если бы в игре все уровни были старые, а только в последних трех эпизодах про орлов, они были оригинальными. Но нет, Рови украли и уровни с орлами. Они просто взяли Birdie Party. Знаменили там свиней на орлов. Это треть восьмого эпизода. Когда вот уровни Рови очень ленивы, даже не стараясь. Тематики уровней изменяются и не связаны с происходящим. Почему здесь стройка? Ладно. Хотя бы эпизоды с орлами они более-менее нормально адаптировали. Вот торты замороженные есть. И в принципе кристаллы здесь писываются. Но почему здесь это на шариках? Почему музыка неплохая? В игре встречаются баги. Но это не страшно, их все равно рано или поздно пофиксит. Думаю, уже большинство пофиксили. Прошло три месяца и Рови выпустили несколько обновлений. Проверить насколько хорошо они с этим справились я не могу. Те, кто играют, могут дописать. Если здесь, такие все-таки есть. Но смотря на количество багов на релизе, понятно, что игру делали торопясь. Также после одного из обновлений в игру добавили надпись Coming Zone, что обозначает, что в игру будет добавлен новый контент. Когда это произойдет, пока неизвестно. Довольно забавно, что такую же игру разрабатывал один фанат. Ну, точнее, это мод. Автор канала Game & Rodo разрабатывал мод на Angry Birds Classic под названием Angry Birds Rechatted или Angry Birds Deluxe. Это более раннее название. Отлично от оригинальной игры было только в дизайнах персонажей, из Angry Birds Friends и новой музыки. Все это было задолго дорелодд, и после выхода трейлера новой игры, мотивация автора мода пропала. И он сосредоточился на своем YouTube-канале. Да, очень сосредоточился. Да и кроме этого были похожие моды со сменой текстур. В лично я не понимаю смысла таких модов. Мне не кажется, что классик устарел с точки зрения графики или дизайна, и нам нужны там какие-нибудь ремастеры с текстурами из Friends. Но это выглядит действительно забавно на фоне выхода Reloaded. Ведь по сути это и есть Angry Birds Reloaded. Уровни и графика те же. Что ж, я думаю, с Angry Birds Reloaded все ясно. Что можно сказать о ней в целом? Ну, это очень плохо. Это же понятно, вы согласны? Что здесь можно говорить? Какие-то нелепые баги, старые текстуры, анимации, отсутствие нормального сюжета, клонские катсцены и практически все уровни с Angry Birds Classic. И в целом все согласны с моим мнением. Но я все-таки рад, что они выпустили эту игру. Да, пусть она там с багами на релизе, с старыми уровни, но это наконец-то не три в ряд. Это игра с классическим геймплеем, с нормальным, а не как в джурни. Мы этого долго ждали, и этой игрой Робби успокоили многих фанатов. Первый шаг реабилитации франшизы. И людям это понравилось. Первое место по скачиваниям в Apple Arcade. Что ж, это все-таки победа. Думаю, многим приятно было сыграть в старый добрый Angry Birds. Я, правда, не особо хочу отиграть. Выпустят ли ее вообще на андроид? Ну, она же тогда будет платной, а кто вообще будет платить за это? Так что дальнейшая судьба от игры неизвестна. И долго ли Робби будет ее поддерживать? Сейчас там контента очень мало, она просто не реиграбельна. И не думаю, что есть смысл ее развивать. Но посмотрим. Все-таки эта игра была удачным шагом. В Angry Birds так, конечно, стали играть. Уже круто. Я тут, кстати, сделал вот такой небольшой видеофрагмент на Angry Birds Reloaded. Да, возможно, это слишком грубо. Тем более, Reloaded все-таки важный шаг для Angry Birds. Но думаю, вы согласитесь, что отчасти правда в этом есть. Вот, есть еще интервью про Angry Birds Reloaded с нашим знакомым Беном Мэттисом и с креативным директором новой игры сами Рон Кайнену. Здесь я правильно произвожу их фамилии. Может, вам будет это интересно. Так что давайте почитаем. Меня зовут Бен Мэттис. Я работаю в Робби чуть больше года и занимаюсь разными вещами. Но одно из них заключается в том, что я планирую стратегию бренда Angry Birds для компании. Это включает в себя такие вещи, как какие игры Angry Birds мы должны сделать, как мы можем сильнее взаимодействовать с нашими поклонниками, что мы можем сделать, чтобы развить мир и лор Angry Birds и так далее. И меня зовут Сэймир Рон Кайнен. Я креативный директор Angry Birds Reloaded. Как возникла идея создать Angry Birds Reloaded? Бен Мэттис. У Робби фантастические отношения с Apple. У нас всегда такие были. Так что Apple Arcade – это то, к чему мы серьезно присматривались в течение некоторого времени. Многие из наших поклонников постоянно просили нас найти способ вернуть некоторые из наших старых и самых любимых игр. Пример – оригинальный Angry Birds. Apple Arcade предоставила нам идеальный способ взять знакомый основной геймплей в Kids, окружающую среду и уровень из Angry Birds, но переосмыслить его совершенно по-новому. Надеюсь, порадовав как в старых поклонников, так и в новых. Офигенно переосмыслили, просто дизайн сменили. Простите, больше не буду отвлекать вас от интервью. Почему вы решили, что Apple Arcade является лучшей платформой для этого? Бен Мэттис. Мы регулярно вели дискуссии с Apple. Они также знают о ностальгии оригинальных Angry Birds, как и все остальные. Apple Arcade создает отличный способ для разработчиков приложить игрокам премиальный опыт без покупок в приложении или рекламы, в то же время создавая бизнес-модель, которая имеет смысл для разработчиков. Я бы сказал, что это беспромежный вариант, и обе стороны сели за стол переговоров с желанием сделать что-то на платформе. Да, в игре, конечно, есть магазин, но там только за внутриигровую валюту, которую вы получаете за прохождение уровней. Ну, не за прохождение самих уровней, а за получение звезд. Поэтому, когда вы получаете за какой-то уровень новую звезду, вам дают немного монет. Ну и так, что рано или поздно, когда вы соберете все звезды в игре, вы больше не сможете получать монеты. Ну, по крайней мере, пока. Среди геймеров часто возникают споры относительно различия между ремастерами и ремейками. Как бы вы писали Angry Birds Reloaded, если бы это было так. Ben Mattis. Это не ремастер или ремейк. Это перезагрузка. Я не знаю, сколько потратил времени на размышления о разнице между ними. Не представляешь, сколько я потратил времени над размышлением об отличии уровней из Reloaded и Classic. Важно, что эта игра знакомая и в то же время новая, любимая и в то же время наглая. Будь то голливудский фильм, переделанный для современных вкусов и зрителей. Классический рецепт, преосмысленный с определенным культурным кодом. Или знаменитая игра, возвращенная с новым стилем, полировкой и механикой. Это все одно и то же. Люди, которые любили оригинал, должны появить новую игру. Люди, у которых не было шанса поиграть в оригинал, теперь могут поучаствовать в его обсуждении и вылиться в это комьюнити. Не все можно или нужно переделывать, но когда это работает, это действительно работает. Справедливо. Angry Birds are loaded представляет новый игровой режим с участием орлов. Есть еще замечательная кассцена с участием орла. Простите. Не могли бы вы рассказать нам немного больше о том, что это из себя представляет и чего могут ожидать игроки. Семьерен Кайнен. На главном экране игры вы можете увидеть ученого Гэри, который совершенно ничего не впечатлен. Если вы соберете достаточное количество звезд с уровней, вы уговорите Гэри отвезти вас на остров орлов. На острове орлов вы можете увидеть новые локации и проверять с новыми персонажами из Angry Birds Movie 2. Вы увидите, как птицы и свиньи объединяют свои силы в качестве играбельных персонажей для борьбы с орлами, которые охраняют своего злого лидера, Зету. Эта игра наводит новых игровых персонажей для стрельбы из рогатки. Можете ли вы рассказать о том процессе проектирования новой птицы или свиньи и о том, как вы делаете их уникальными. Семьерен Кайнен. Новые персонажи это герои в фильме Angry Birds 2. У них уже очень разные личности и внешности, поэтому речь шла о поиске тех ключевых моментов в фильме, которые определяют их способности. Например, суперсила свиньи Кортни заключается в том, что вы изначально выстреливаете ей в костюме Орла Харви из рогатки, а Кортни выскакивает из его... ну, поняли. Любой, кто видел фильм, вспомнит эту сцену и поймет эту отсылку. Что касается нового внешнего вида, я думаю, что самые длительные дискуссии у нас были по поводу дизайна Сильвер. Она существовала в игре раньше с определенной внешностью, однако поскольку локации и история в Angry Birds 3. Loaded связаны с фильмами, мы решили сделать дизайн из фильма. Для суперспособностей каждого персонажа мы искали что-то, что было бы полезно. Для некоторых персонажей, таких как Леонард и Сильвер, суперспособности были основаны на способностях из других наших игр, которые, как бы решили, стоит сохранить. В конце июня вы объявили, что несколько исключенных из списка игр Angry Birds вернутся в той или иной форме. Не могли бы вы рассказать нам немного больше об этом? Ben Mattis. Чтобы было ясно, Reloaded — это не то, что мы имели в виду, когда говорили, что некоторые оригиналы вернутся в той или иной форме. Тут у нас другая цель — стопроцентная ностальгия, фансервис и охват большей аудитории. Мы еще не готовы объявить, как мы вернем старые игры. Мы рассматриваем все варианты, но мы стремимся сделать это и держать сообщество в курсе процесса и прогресса. Ну что ж, тут все ясно. Теперь перейдем к другой игре. Точнее к игровому автомату по Angry Birds. Angry Birds Coin Crush — это аркадная игра, выпущенная в начале июня 2021 года. Amusement Service International. Игра действует как любой обычный толкатель монет, где вы будете вставлять жетоны, чтобы переместить стопку монет и все, что находится поверх них — бонусные билеты, карты и т.д. — яму для сбора. На данный момент их обычно можно увидеть в отелях Dave & Buster в Соединенных Штатах. Dave & Buster — это ресторанный и развлекательный бизнес. В каждом отеле Dave & Buster есть ресторан с полным спектром услуг и видеоаркада. Но это такое развлечение для любителей толкателя монет. Кроме звуков и оформления, с Angry Birds оно ничем не связано. Да и не знаю зачем я вам это вообще рассказал. Теперь перейдем к относительно старому проекту, про который мало кто слышал — Angry Birds Top Golf. Angry Birds и Top Golf забрал домой награду за лучший продукт приложения, программное обеспечение, видеоигры на Licensing International Excellence Awards 2021. Интерактивный опыт был сыгран более миллиона раз с момента его запуска прошлой осени. Возможно вы видели на ютуб канале Angry Birds ролики, посвященные этому еще год назад, но ничего не поняли. И я, честно, тоже ничего не понял, так что давайте вместе разбираться. Сначала, что это вообще за Top Golf, с которым у Рови совместные приложения? Top Golf — это глобальная компания спортивных развлечений со штаб-квартирой в Залосе, штат Техас, с филиалами в Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве, Австралии, Мексике и Дубае. Ну, короче, у них есть поля для гольфа. Ну и прошлой осенью на американских площадках Top Golf появилась возможность играть в Angry Birds, играя в гольф. Для этого нужно было найти площадку с технологией отслеживания мяча, выбрать на игровой панели Angry Birds, на экране строится уровень. Выглядит он так же, как и в играх с заполненной виртуальной реальностью Angry Birds Isle of Pigs. И теперь вы просто бьете по мячу, его полет отслеживается и затем симулируется в игре. Только там мячом выступает птица. Уничтожая свиней и подстройки, вы улучшаете очки. У кого в конце игры их больше, тот и выигрывает. И это весь геймплей. В игре есть четыре игровых персонажа — Red Chuck, Bomb и синяя троица. Ну, такие же, как и в Vile of Pigs. Я, правда, не понял, как здесь реализовано использование способностей, ведь на экран не нажмёшь. Ну, Bomb взрывается через несколько секунд после контакта с постройкой, а про остальных не знаю. Во всех видео, которые я находил, играют либо Bomb'ом, либо Red'ом. Вроде как, синих просто ещё не добавили в игру. И Чака добавили только недавно. Поэтому и нету видеороликов, где играют именно им. Но я в этом всём не уверен. Возможности проверить у меня, конечно, нет. В игре восемь глав по три уровня на главу. Ну и выглядит это всё довольно круто. Рови продолжают развиваться в сторону дополненной и виртуальной реальности, следуя современным тенденциям. Это радует. Так что можно поздравить их YouTube Golf с заслуженной наградой, про которую мало где говорили. Но всё-таки это что-то да значит, верно? Рови ещё не разучились побеждать. И у компании есть будущее. И на этой позитивной ноте заканчиваем с новыми проектами по злым птичкам. И переходим к следующей новости. В основном я беру новости с твиттера сообщества Angry Birds Network. К сожалению, русскоязычных источников новостей по нашей любимой франшизе уже не осталось. Все тематические группы поумирали. Возможно, стоит создать что-то такое самому. Ну так вот. 23 июля в сообществе появился твит, в котором говорилось Angry Birds Network возьмёт интервью у гендиректора Ровио Александра Пельтье Норманда. И вопросы могут написать все желающие под твитом или на их дискорд сервере. Единственным условием было один вопрос от человека. И Александр Пельтье Норманд сам выбирает на какие вопросы дать ответ. И 25 августа вышло само интервью. Я вам зачитаю его полностью. Здесь есть ответы на почти все вопросы, которые вас интересуют. Правда иногда могут не понравиться сами ответы, но как по мне, всё здесь нормально. Что вдохновило вас на возвращение старых игр? Мы слушали наших фанатов, и многие из них говорили громко и ясно. Они хотели как-то играть в старые игры. У сообщества и у нас в Рове есть сильное чувство ностальгии по этим играм. Поэтому мы также очень хотим увидеть их снова. Это не произойдет в одно мгновение, но мы работаем над этим. Какими будут все старые игры, когда вернутся? Ещё слишком рано говорить о том, что вернется и в какой форме, но мы поделимся дополнительной информацией, как только узнаем. Если бы вы могли вернуть одну из старых игр прямо сейчас, какая бы это была? Классик, конечно. У меня остались очень приятные воспоминания о том, как я играл в неё. Конечно, это нужно сделать хорошо, чтобы в этом был смысл. Будете ли вы добавлять сильвер во все свои старые игры? К нашим классическим играм 2012 года? Наверное, нет. Но опять же, господин Рове, по мере того, как мы продвигаемся вперед с возвращением старых игр в магазины приложений, будете ли вы использовать старые дизайны птиц для оформления приложений, миниатюр, иконок и так далее, вместо дизайна фильмов или милого дизайна? Визуальное направление старых игр будет напоминать то, чем они были в оригинале. Для новых игр в разработке можем использовать разные новые визуальные решения. Когда вы вернёте старые игры? В следующем году или позже? Ещё слишком рано называть точные сроки, но больше года это очень долго. Мы, конечно, надеемся, что это произойдёт раньше. Будете ли вы добавлять новый контент в классические игры и удалять монеты с птицами? Также исправите ли вы порядок эпизодов в Angry Birds Classic? Мы стремимся восстановить некоторые оригинальные игры такими, какими они были в те времена, когда мы все могли насладиться здоровой дозой ностальгии по 2012 году. Однако, мы узнаем больше позже, когда найдём решение по возвращению старых игр. Как продвигается обновление старых игр? Хех, уже начинаешь терять терпение, а? Это происходит. Серьёзно, у нас здесь есть команды, мотивированные, изучающие различные способы сделать это. Мы будем делиться информацией по мере продвижения. Также обратите внимание на то, что мы, скорее всего, не упустим все игры сразу. Вернёте ли вы оригинальную версию Angry Birds Go до обновления 2.0? Кто-нибудь что-нибудь говорил о версии 2.0? На данный момент нам нечего объявлять о сиквеле, но мы сделаем что-то в отношении Angry Birds Go, что будет лучше по сравнению с возвращением к первой игре. Когда ваша компания поняла, что им нужно прислушаться к этому движению Bring Back 2012 и почему? Это справедливый вопрос. Нам потребовалось время, чтобы отреагировать, не так ли? Во-первых, причины удаления игры действительно были технические проблемы после обновлений, сделанных платформами распространения. Мы должны были сообщить об этом быстрее и яснее, прямо тогда. Но мы этого не сделали. Это определённо было ошибкой с нашей стороны. Реакция наших фанатов была громкой и ясной. В начале этого года мы поняли, что должны были поступить со всем этим по-другому. Angry Birds это такая великая и глубокая вселенная, которую мы все любим, и мы должны учтить её и её богатое наследие как можно лучше. И вы, наши поклонники, и мы здесь в Рове, испытываем глубокую эмоциональную связь с персонажами, и чувство ностальгии является частью наследия, которое мы хотим развивать. Нам потребовалось некоторое время, чтобы отреагировать, но это не уменьшает наши приверженности. Наоборот. Почему Ред завладел твиттером Angry Birds? Красный очень самоверенный, поэтому пусть лучше он выражает своё мнение в интернете, чем рядом со мной в офисе. Если что, у Реда есть свой твиттер аккаунт, который раньше являлся аккаунтом Angry Birds, но теперь они остались без аккаунта. Это вам так, для справки. Каково ваше мнение о предыдущем генеральном директоре Ровио? Принимал ли этот человек правильные решения? Сколько игр, выпущенных за это время на посту генерального директора, например Angry Birds Blast, всё ещё будет получать обновления? У Ровио долгая история. 20 лет. И каждый генеральный директор продвигал компанию вперёд по-своему. Работа генерального директора подобна участию в эстафетной гонке в истории. Вы принимаете руководство компании от кого-то, и в один прекрасный день в будущем передаёте его кому-то другому. Я чувствую, что сегодня важно то, что мы делаем в будущем, оставаясь верными бренду Angry Birds и его ценностям, оставаясь вовлечёнными в сообщество и создавая отличные игры. Помимо BadPiggy 2 из старых игр, какие у вас планы на франшизу Angry Birds или Ровио в целом? Если они есть, то можете ли вы нам рассказать о них или нет? О, плохие свиньи 2 из старых игр и это только начало. У нас есть Angry Birds Journey, в настоящее время находящиеся в стадии бета-тестирования, также игра в удивительной вселенной муми-троллей, новые повествовательные игры-головоломки. Плюс другие вещи, но нам нужно сохранить некоторые сюрпризы, чтобы объявить позже. Вы уже начали работать над своими новыми играми? Мы постоянно работаем над новыми играми, и несколько из них находятся в стадии разработки. Однако, мы обычно сообщаем о них только тогда, когда они достигают фазы мягкого запуска, как в случае Supernatural City и Angry Birds Journey. Мы также объявили, что работаем над новой игрой про муми-троллей. И хотя я знаю, что это вопросы сообщества Angry Birds, а не сообщества муми-троллей, я надеюсь, что вы тоже её попробуете. Господин Оровио, почему вы делаете кликбейтную рекламу для своих игр? Только компании, которые не уверены в успехе своих игр, делают это. Но у вас есть Angry Birds, одна из самых популярных мобильных игр на планете. Реклама это конкурентный бизнес. Мы используем различные творческие подходы для продвижения наших игр новым и разнообразным аудиториям. Иногда мы пробуем новые идеи в рекламе, и иногда они могут быть немного сумасшедшими, но наша цель найти новые способы, чтобы наши игры были открыты аудиториям и фанатам по всему миру. Это про эту рекламу. Планирует ли Оровио в ближайшее время выпускать игры, не связанные с Angry Birds? На самом деле, мы постоянно делаем игры, не связанные с Angry Birds. Вы можете зайти в магазинные приложения и скачать такие игры, как Small Town Mars, Sugar Blast или Darkfire Heroes, которые созданы Орови, но не содержат персонажа Angry Birds. Есть также игра под названием Super Natural City, но она находится в так называемом мягком запуске, что означает, что она пока доступна не на всех территориях. И как мы уже говорили ранее, игра в муми тролли тоже в процессе создания. Можете ли вы выпустить книгу Angry Birds, в которой мы увидим концепт-арты? Разве вы не читали в нашей униевселенной или не видели искусство фильма Angry Birds? Вы можете найти их, по крайней мере, на Амазоне. Можете ли вы сказать Сассибака? Этот вопрос кажется подозрительным. Если вы не поняли прикола, не обращайте внимания. Это вопрос от сообщества Angry Birds Among Us. Вы предпочитаете вафли или блинчики? У нас в Финляндии есть кое-что под названием Карельские пироги. Посмотрите, это лучше, чем может показаться. Ну, выглядит, если честно, неплохо. Вы геймер? Только последние 30 лет или около того. Правда, всё ещё немного нуб. Каково это быть генеральным директором Ровио? Быть у руля компании с такой удивительной историей и таким впечатляющими создателями? Уничижительно. У меня удивительные коллеги. И как и они, я очень горжусь тем, что я ровианец. Кто ваша любимая сердитая птица и почему? Чак. Он быстро выполняет свою работу. И он довольно забавный. Куда уехали ваши родители? Никуда. Они не двигались за последние 40 лет. Как вы думаете, Бэт Пиггис лучше, чем Angry Birds? Что ж, Бэт Пиггис отличная игра. Она единственная в своём роде. Как и Angry Birds. Но лично я предпочитаю Angry Birds Classic. Каково было ваше мнение о Ровио до того, как вы стали генеральным директором? Вы думали, что улучшения были необходимы или вы думали, что всё было хорошо? Я удоволен управлением, в котором мы движемся. Впереди захватывающие времена. Какая ваша любимая игра? За всё время? Окарина времени на Nintendo 64. Лучшая игра в истории. Вам нравятся злые птицы? Ага. Что вдохновило вас на работу в Ровио? Ну, на самом деле, есть две основные вещи. Во-первых, мне всегда нравилось всё, что связано с Angry Birds. Игры. Но это богатая вселенная, которая позволила Ровио также выпускать фильмы и сериалы. Но также создатели Ровио известны в отрасли, как страстные и инновационные. Способ создания игры в Ровио отличается от способов других компаний. И я хотел быть частью этого. Вы любите сыр? Я говорю по-французски, так что... Да. Вам нравится птица-пицца? Мне больше нравятся личности, похожие на Чака. Есть ли какая-нибудь игра Ровио, которая осталась в вашем сердце? Angry Birds Classic приносит приятные воспоминания каждый раз, когда я в неё играю. Какой дизайн Хэлла ваш любимый? Я не уверен. Но я должен сказать, что в первый раз, когда я играл Хэллом, мне это действительно не понравилось. Этого персонажа довольно сложно освоить. Но иногда это так приятно, когда вы заставляете его делать то, что вам нужно. Это действительно мне понравилось. Вопрос от Пигги Макула. Могу ли я участвовать в следующих играх? Поговори об этом с Редом. Пигги Макул это вот если что. У нас его зовут Сфин Хрякович. Я бы тоже хотел, чтобы он вернулся в новых играх. Алекс Бёрд когда-нибудь станет официальным лицом Angry Birds? Сомнительно. Это они про этот мем. Субтитры сделал DimaTorzok Существуют ли кролики в Angry Birds? Не исключено, что такая фауна может существовать во вселенной Angry Birds. Будет ли Хэлла из Angry Birds играть более заметные роли в будущих играх? А ты заметил, что он появился в Reload? Будете ли вы рассматривать возможность привлечения персонажей из других игр? Таких как Стая Стеллы, Ледяная Птица, Принц Алла и другие. Поскольку многие из них могли бы сыграть отличные роли союзников или врагов. Таких как Гейл, которая могла бы стать классным частым злодеем. Если творческий подход подойдет, они вполне могут вернуться. Но пока никаких гарантий. На Angry Birds веке говорится, что король грязнобородый, это Леонард, вместе с другими зелеными свиньями, крадет яйца с птичьего острова под видом мирных исследователей. В этом отношении не могли бы вы сказать, что сериал черпал вдохновение из реальной истории империализма. Фильмы Angry Birds, как и все виды искусства, можно интерпретировать по-разному. И каждый отдельный зритель привнесет в них свой собственный опыт и точку зрения. Так что... Конечно, это один из способов понять мотивацию Леонарда. И я думаю... Насколько вы планируете объединить лор игры и фильма? Какой игры? Если вы объединяете временные рамки франшизы, получат ли свиньи официальные имена, как это сделал Росс? Может быть. А может и нет. А может... Если у вас какие-либо серьезные планы в отношении Angry Birds, не могли бы вы дать нам несколько подсказок? Конечно, мы занимаемся этим. На подходе еще больше замечательных игр и анимаций, и мы должны сохранить некоторые сюрпризы. Относительно недавнего заявления Бена Мэттиса о будущих планах объединить всю франшизу в одном каноне. Можем ли мы ожидать чего-то подобного типа классическая и Сильвер из фильма в одной и той же истории? Или то, что Леонард полностью заменит роль короля свиней во всех предстоящих играх? Теперь это наши идеи. Спасибо вам за них. Если серьезно, мы с нетерпением ждем возможности показать вам, как все складывается, но мы еще не готовы. Что случилось со стаей Стеллы? Она все еще навещает их время от времени, но они мирная компания. Если вы смотрели внимательно, то возможно видели Уиллу на свидании с бомбом в фильме Angry Birds 2. С тех пор, как некоторые герои были частично забыты и превратились просто в пасхальные яйца. Вам пришла в голову идея сделать так, чтобы участники стаи Стеллы и Айс из космоса вернулись в качестве реальных игровых персонажей или в фильме Angry Birds Stella или Angry Birds Space. Вы только что предложили Angry Birds Space фильм? Это еще одна идея, которая теперь принадлежит нам. Спасибо. Вы вернете Теренса обратно? Вернем куда? Да. Он в Angry Birds 2 перезагрузился и смотрит фильмы. Господи, что это за перевод? Перезагрузился и смотрит фильмы. Извините. Он в Angry Birds 2 Reloaded и в фильмах. Теперь у него, правда, есть дети, так что, честно говоря, его приоритеты в другом. Есть ли у Тони, также известного как двоюродный брат Теренса из Финляндии, шанс вернуться в любую будущую игру Angry Birds? Мы спросим Теренса, был ли он на связи с ним. Мы не знаем, как дела у Тони в последнее время во время ковида. Ну, вот и намек на смерть Тони от ковида. Почтим его память. Можете ли вы добавить Тони в качестве дополнительной птицы в Angry Birds 2? Мы можем спросить игровую команду, но я бы не советовал пока радоваться. Вернутся ли золотые яйца в новых играх Angry Birds? Без комментариев. Вернутся ли птицы в клетках из Рио в будущих играх Angry Birds? К сожалению, жесткое нет. Тебе нравятся птицы в клетках? Не так ли? Как отзывы сообщества повлияли на франшизу Angry Birds? Будем ли мы продолжать видеть участие и взаимодействие сообщества в будущем? Определенно. Сообщество повлияло на разработку многих игр, в прошлом и в настоящем. И мы надеемся, что эти отношения продолжатся. Чтобы мы делали лучшие игры для наших поклонников. Новых и старых. Мы хотим продолжать конструктивно взаимодействовать и... Я думаю, что мои ответы на эти вопросы являются частью этого. Планируется ли в будущем сотрудничество с другими франшизами и Angry Birds? Как например Angry Birds Epic и Sonic. Сотрудничества будут продолжаться. Вы узнаете, когда они произойдут. Можем ли мы ждать в будущем новых игровых тестов, посвященных следующим играм Angry Birds? Вот и подтверждение официальности тестов. Мы очень надеемся на это. Это очень увлекательная разработка игр вместе с сообществом и фанатами. Которые в конечном итоге будут играть в них, когда они будут завершены. Вам просто нужно иметь ввиду, что чем раньше мы приступим к разработке игр, тем больше изменений следует ожидать. Нам также иногда приходится поворачиваться и даже отменять игры. Когда они не находят отклика так сильно, как мы надеялись. Это нормальная часть процесса разработки. Но разработка игр вместе с фанатами очень помогает нам. Возможно ли кроссовер между Angry Birds и супергероями DC? Интересный вопрос. Мы попросим Реда связаться с Суперменом и посмотреть, что мы сможем организовать. Получит ли какая-либо из оригинальных игр Angry Birds продолжение? Ну, вы знаете Angry Birds 2 и мы уже говорили о Bad Piggy's 2, так что... Вы рассматриваете возможность работы над Angry Birds Go 2. Мы рассматривали и продолжаем рассматривать этот вопрос. Но если это случится, ты сразу узнаешь. Что происходит с лицензированными играми Angry Birds? Например, Angry Birds Star Wars, Transformers и Rio. Вернутся ли они с лицензиями? Вернутся ли с другими вещами? Или просто не вернутся вообще? Честно говоря, эти старые игры могут быть самым крепким орешком, который можно расколоть, поскольку они лицензированы. Мы сообщим вам, какие у нас планы на эти и другие старые игры. Когда мы будем знать больше? Не могли бы вы рассмотреть возможность возврата аккаунтов Rovio? Мы хотели бы узнать больше о том, что вам нужно. Каких функций из аккаунтов Rovio вам не хватает? Есть ли у вас какие-либо планы по внедрению довольно сложного редактора уровней в какие-либо будущие или текущие игры Angry Birds? Также, можете ли вы создавать пользовательские карты BadPigs 2? Есть ли у него эквивалент поля мечты? Это действительно зависит от игры. Но мы играем с идеей иметь какой-то режим песочницы BadPigs 2. Видим ли мы больше товаров в классической тематике? Конечно, мы работаем над выводом классических тематических товаров на рынок с нашими партнерами. Надеюсь, уже в следующем году. Что ж, мне кажется, это было классное интервью. На главные вопросы были даны ответы, хоть иногда и не очень чёткие, но в целом, лично у меня вопросов не осталось. Могу добавить про аккаунты Rovio. Их вернут. И чтобы узнать, какие функции в них нужны игрокам, через Angry Birds Network устроили опрос. И каждый может написать одно своё предложение. Небольшая недавняя новость. Дизайнерский бренд Билли Бейна выпустил коллекцию одежды вместе с Angry Birds. Также они выпустили плюшевую игрушку Билли Бёрд, которую я бы даже купил. Её образ рисован с Вилли Лейна, автора бренда и также известного финского хоккеиста. Если хотите почитать про него и про его бренд побольше, то ссылку на статью про него я оставлю. Там много интересного. Но как по мне, эта птица больше напоминает Синдука. Rovio публиковали финансовый отчёт за первое полугодие 2021 года. Выручка от игр выросла на 6% в сопоставимых валютах во втором квартале. Такие отчёты делают для привлечения инвесторов. Там написано много всего, но из интересного для нас можно выбрать только презентацию. Из неё можно узнать некоторую информацию о новых играх Rovio. Angry Birds Journey находится в софт-ланче. То есть сейчас её тестируют в определённых странах. И в игре появилась монетизация. Supernatural City тоже в софт-ланче. В презентации написано, что у Rovio две игры в софт-ланче и 7 разработки. Пока мы знаем 4 из них. Это Moomin' Blast, Возвращение Classic, Возвращение Go и Bad Piggy 2. В презентации сказано, что 3 игры из разработки в жанре гололомка, 2 казуальные игры. Про ещё 2 здесь не сказано. У Rovio есть эксклюзивное право на создание игр по амуми-тролям. Они недавно заключили контракт с правообладателями. И в разработке одна игра. Собственно, сам Moomin' Blast, который выйдет в софт-ланче в этом году. В презентации также есть официальное подтверждение Bad Piggy 2. Вот она в линейке Angry Birds. Так что можете успокоиться, теперь это 100% не фейк. Здесь у игры новая иконка. На которой изображён круглый свин, похожий на Леонардо. Этот дизайн явно вдохновлён Angry Birds в кино. Но вы можете не пугаться. Пользователь твиттера с ником Narcraft спросил генерального директора Rovio, будет ли этот дизайн в игре. На что получил ответ, что эту иконку они нарисовали просто для презентации. А в каком стиле будет игра, они ещё не определились. Кстати, некоторые фанаты сделали из той иконки более приятный вариант. Что ж, с основными новостями мы наконец закончили. Так что можем переходить к нашей, похоже, к сожалению, уже постоянной рубрике. Как дела у Rovio? 28 октября Rovio выложили новый финансовый отсчёт. Что касается информации о новых играх Angry Birds, здесь ничего нового нет. Но зато почти все новости, связанные с Rovio и их другими играми, есть в сообщении от Александра Пелетия Норманда. Так что сейчас я его полностью зачитаю. Ещё один насыщенный событиями квартал позади. Третий квартал был отмечен большим количеством личных взаимодействий. Рекордом по игровым доходам и заметным стратегическим развитием. Прибыльность была на высоком уровне. А в основном за счёт более высоких доходов, дополнительного дохода от Angry Birds Reloaded Apple Arcade и несколько меньших инвестиций в привлечение пользователей. В сентябре мы внесли существенные изменения, которые также являются новыми строительными блоками для нашего будущего. Во-первых, мы объявили, что Хейни Кайху перейдёт с поста руководителя отдела кадров на новую должность руководителя РОВИО – сотрудник по вопросам устойчивого развития. Создание этой должности подчёркивает растущую важность устойчивого развития как части нашего видения и нашего стремления возглавить работу в отрасли. Наша цель по-прежнему заключается в создании долгосрочной ценности для сотрудников и акционеров ответственным образом. И эта роль укрепляет нашу приверженность обеспечению устойчивости, основанной на нашей стратегии, операциях, продуктах и практике. Во-вторых, мы объявили об открытии новой студии бесплатных казуальных мобильных игр в Торонто, Канада, возглавляемая опытным менеджером студии Джули Богрант. Мы очень рады видеть, что Джули присоединилась к нам и создала команду, которая добавит новую точку опоры для РОВИО – пространстве казуальных игр. Запуск этой студии также соответствует корректировке, которую мы внесли в наше портфолио стратегий. Чтобы максимизировать наши шансы на достижение наших целей, мы в дальнейшем сосредоточимся на более казуальных и привлекательных играх. Эта стратегия имеет множество преимуществ, а именно, опираясь на наш проверенный опыт, максимизируя значение нашей сети пользователей и отходя от мидкор игр, категории, все чаще характеризующиеся дорогостоящими затратами на разработку, и зависимость от рыночных ниш с высокими показателями потребительских цен. Наши ключевые живые игры продолжали демонстрировать высокие результаты в третьем квартале. Angry Birds Friends продолжали расти и показали лучший квартал со второго квартала 2017 года. Две наши крупнейшие игры Angry Birds 2 и Angry Birds Dream Blast были относительно стабильны по сравнению с предыдущим годом и кварталом. Как упоминалось в нашем последнем ежеквартальном отсчете, мы сократили маркетинговые расходы на Small Town Marders и Darkfire Heroes. Следовательно, это оказало негативное влияние на доходы от этих игр в третьем квартале. Команда Small Town Marders продолжает работать над улучшением игры с целью дальнейшего расширения масштабов игры в ближайшем будущем. Для Darkfire Heroes, учитывая ограниченный размер игры и вышеупомянутый акцент на казуальные игры, мы решили направить команду на более перспективные и привлекательные проекты, одновременно переведя игру на бережливое обслуживание. В сентябре мы завершили первую часть приобретения Ruby Games. Команда продолжала демонстрировать свое мастерство в гипер-казуальном стиле, запустив в сентябре Forensic Master, который достиг первой позиции в чартах США. Они также выпустили в Soft Launch Hunter Assassin 2 ожидаемое продолжение популярной игры Hunter Assassin. Наш конвейер новых продуктов здоров. Angry Birds Journey и Supernatural City продолжают свой мягкий запуск. А наша первая игра в мумитролях готовится присоединиться к ним позже в этом году. Кроме того, мы увидим, как наша стратегия бренда Angry Birds разворачивается в разных формах и платформах. В ближайшие месяцы мы объявим о различных инициативах, которые мы называем Angry New Year. Сердитый Новый год по-русски. Мы рады вступить в последний квартал года, который, как правило, является напряжённым сезоном с повышенным участием фанатов и сезонными событиями в наших ключевых играх. После 19 месяцев работы из дома, во время которой равийцы показали способность приспосабливаться к новым условиям, очень приятно видеть и общаться с нашими коллегами лицом к лицу в офисе в гибридной среде. Я очень благодарен им за их постоянную приверженность и преданность делу. Что ж, Angry New Year звучит интересно. Если в ближайшие месяцы и правда что-то такое начнётся, то пропасть на год у меня не получится. Так что ждём и надеемся. Другие новости про Ровио. Ровио закрыли Hard Head Squad. Игра не получила такой популярности, на которую рассчитывали. Так что этой осенью её закроют. Если ещё не закрыли. Игра провалялась в софт-релизе год. Плачем всем каналом. И, наверное, самая интересная новость с этой рубрики. В одном из прошлых роликов мы обсуждали суд Ровио и Вайлдберрис. И здесь у нас тоже суд. Правда, теперь судят самих Ровио. 25 августа 2021 года генеральный прокурор Нью-Мексико Гектор Балдеррис объявил о федеральном иске против Ровио Энтертеймент. В иске, поданном в соответствии с федеральным законом о защите конфиденциальности детей в интернете, а также законодательством штатов, утверждается, что разработчик Ровио Энтертеймент сознательно собирает личную информацию детей в возрасте до 13 лет, говорится в пресс-релизе генеральной прокуратуры Нью-Мексико. Ровио якобы отправляет эту информацию сторонним маркетинговым компаниям, которые анализируют, переупаковывают, перепродают и иным образом используют информацию для продажи целевой рекламы этим детям. Родители должны иметь право защищать своих детей и определять, кто может иметь доступ к личным данным их ребенка. А родители из Нью-Мексико в заблуждении о том, какая информация собирает своих детей, сказал Балдеррис. «Эта компания должна следовать закону, и мы всегда будем привлекать к ответственности компании, которые рискуют безопасностью детей». По закону разработчики игр, ориентированные на детей, должны получать согласие родителей, прежде чем собирать какую-либо личную информацию от игроков. Собранная личная информация включает в себя такие данные, как имена устройств, история онлайн-активности и многое другое, говорится в пресс-релизе. «Если разработчик создает игру, ориентированную на широкую аудиторию, разработчик все равно должен предпринять шаги, чтобы гарантировать, что игра не собирает информацию от пользователей в возрасте до 13 лет», говорится в пресс-релизе. В жалобе штату утверждается, что Рою намеренно пытались закрыть глаза на свою огромную детскую аудиторию, одновременно продавая игры на гребесные детей через фильмы, ланчбоксы, детское питание и многое другое. Иск требует судебного запрета, запрещающего практику сбора данных компанией, гражданские штрафы, реституцию и другие меры защиты. Судебные документы были выложены в общий доступ, но иск судья так и не подал. 27 августа генеральный директор РОВИ Александр Норманд ответил на вопрос об иске в Твиттере. Хотя нам стало известно об иске, поданном против РОВИ в Нью-Мексико, США генеральным прокурором штата, нам не был подан иск и мы не можем прокомментировать конкретные детали. Однако мы не согласны с утверждением генерального прокурора и будем энергично защищаться от них. Мы разочарованы тем, что генеральный прокурор не предпринял никаких усилий, чтобы связаться с нами, чтобы решить проблему. «Мы хотим создать безопасную и ответственную игровую среду для всех наших игроков, соответственно мы сознательно не собираем личную информацию о детей в возрасте до 13 лет и сознательно не отправляем такую информацию какой-либо третьей стороне для целевой рекламы», – написал гендиректор. И после этого больше никаких новостей об этом иске не было до недавнего времени. РОВИ в своем новом отчете для инвесторов за третий квартал подтвердила, что им не был подан иск и упомянула, что претензии прокурора не имеют под собой оснований и упускают из вида инвестиции, которые компания вложила, чтобы сделать более безопасную игровую среду в своих играх. Ну, что об этом можно сказать? История, честно говоря, довольно непонятная. Похоже, что никакого суда вообще не будет, прокурор понял, что у него недостаточно доказательств или ему просто заплатили. Учитывая, что прошло три месяца, судебные документы были готовы еще в июле, иск не был подан, вряд ли это будет когда-нибудь сделано. И для дальнейшей судьбы злых птичек и РОВИ это хорошо. И мы должны быть рады. Но кто на самом деле прав, понятно, не очень. Да, конечно, можно почитать документ из 70 страниц, но я не юрист и не смогу дать какую-то более-менее объективную оценку. И вряд ли вообще там что-то пойму. Вроде особых доказательств нет, и непонятно, собирают ли РОВИ данные или нет. В этом вопросе нужно глубоко разбираться. Может быть, это вообще был просто черный пиар, но не думаю, что РОВИ стали бы таким заниматься. Это все-таки удар по репутации. Да, и сам прокурора особых подозрений не вызывает. Он все-таки уважаемый человек, имеющий множество наград. Ладно, я в этой области все-таки не эксперт, не буду строить никаких предположений, выводы каждый для себя сделает сам. Могу сказать только то, что хорошо, что все закончилось именно так. Могу сказать только то, что хорошо, что все закончилось именно так, и франшиза Angry Birds никак не пострадала. Ведь все-таки в наше время, когда и так все и везде собирают персональные данные, ну вы понимаете, одним сборщиком данных меньше, одним больше. Тем более, что те данные, которые они собирают, это еще не самая конфиденциальная информация о вас, которую они могут собрать. Ну и последняя новость. Rovio получила несколько наград на иг... Ну и последняя новость. Rovio получила несколько наград на игровой премии NYX Game Awards. Они получили 7 наград в основном за рекламные ролики и аудио, но хотя бы что-то. Давайте посмотрим, какие и за что призы они взяли. Angry Birds Dream Blast Fantastic Voyage. Победитель категории игра, аудио, видео, трейлер. Это тот самый трейлер, о котором я уже говорил. Похоже они упустили его только ради этого конкурса. Но надеюсь и дальше мы будем видеть подобные трейлеры. Darkfire Heroes Castle Boss Battle. Грант победитель категории игра, аудио, видео, трейлер. У них два победителя в одной категории. Ну ладно. Angry Birds 2 Lives a Beach. Грант победитель категории игра, аудио, видео, коммерческая. Это реклама 2019 года. Но у них там брались игры не только за 2021 год, так что это нормально. И эта же реклама победила в категории Игровая реклама и дизайн. Реклама сингл. Angry Birds Journey Stolen Egg. Золотой победитель категории Игровая реклама и дизайн. Digital Ad. Сингл. Small Town Marders. Mrs. Mosgrove's Graveyard. Золотой победитель категории Игровая реклама и дизайн. Это были награды за видео. И также у Рови есть одна награда за аудио. Darkfire Heroes Original Game Soundtrack. Золотой победитель категории Игра, аудио, видео, оригинальный саундтрек к игре. Большинство наград конечно не очень значительные, но все равно неплохо. Ну наконец с этой рубрикой закончено, переходим к новостям по играм. Никакой новой информации Angry Birds Go кроме той о которой я уже говорил в ролике нет. Что с Double Crossed и Launched вообще непонятно. Разрабатываются ли они или их уже закрыли непонятно. Могу только сказать, что на мое удивление сейчас тест по Angry Birds Double Crossed можно пройти. Хотя до этого он был закрыт. Ссылку на него я оставлю. И также сейчас доступен опрос по Bad Piggy's. Но там история сложнее. Сначала появилась возможность пройти опросы со старых страниц Геклаба. И со страницей стилизованной под Steam. Что означает, что она все таки не является фейком. Но потом все эти тесты были закрыты. Потому что появились новые страницы Bad Piggy's 2. Стилизованные под Play Market в трех разных дизайнах. Classic, Toons и Movie. И появились три новые рекламы. От прошлых они мало чем отличаются. Только в этот раз цвета зачем-то сделали более тусклыми. Но и видны незначительные изменения в каждом дизайне. Мне эти ролики не понравились. Ничего нового там не было. Тест правда был изменен. Но вскоре эти тесты были закрыты. И я проголосовать опять не успел. Что ж так не везет. Но Rovio снова запустили рекламу с Movie стилем. И создали новую страницу, стилизованную под Steam в дизайне фильма. Других страниц создано не было. Значит ли это, что Rovio выбрали дизайн фильма? Понятия не имею. Могу сказать только то, что наверняка игра выйдет в стиме. На этой странице снова новый опрос. И его еще можно пройти. Это мы сейчас и сделаем. Что касается более раннего опроса с других трех страниц. То, к сожалению, я его разобрать не смогу. Я не нашел ни одного видео прохождения на ютубе. Жалко, ведь эта версия опроса была довольно интересной. И там было что разобрать. Но я, как вы поняли, не могу. Так что разберем последний опрос. А если у кого-то есть прохождение прошлого, пишите. Ну что, спидран по опросу по бутыке с 2 погнали. Вот у нас тут 3 страницы, которые были созданы в ноябре. Вот у нас тут дизайн фильма. Классический дизайн. Ну и дизайн Tunes. Здесь ничего интересного уже для нас нет. Потому что опрос уже совершился. Если мы сейчас нажмем, то нам просто напишет, что все уже. Опрос завершен. Ответы не принимаются. В настоящее время этот опрос не принимает дополнительных ответов. Спасибо. Так что переходим к последней странице. Ситуализованной под Steam. Вот она. Тут у нас дизайн фильма. И здесь можно пройти тест. Переведем. Так, тут у нас есть дата выхода. На самом деле это дата создания этой страницы. Что еще у нас тут есть из интересного? Тут есть типа системные требования. Ну вообще я так понял, здесь как бы ничего такого вроде специфического нет. Так что мне кажется, что это просто такой шаблон стандартный для Steam. И поэтому здесь вот это все написано. Языки и все такое. Еще здесь также есть значок Apple. Это наверное тоже из-за шаблона просто. Но думаю, что эта игра выйдет и на Mac iOS. Потому что у Рови с Apple хорошие отношения. Они всегда сотрудничали. И первая игра у них как раз вышла на iPhone. Так что наверняка эта игра будет доступна и на Mac iOS. Ну и на Android и на iPhone. Ну понятно. Что еще здесь можно сказать? Здесь у нас есть также описание. Описание везде примерно одинаковое. Я об этом не говорил. Потому что думал, что там все то же самое, что и в обычный Bad Piggy. Но здесь есть все таки некоторые отличия. Про которые сейчас вам и скажу. Что здесь у нас есть? Постройте идеально летающие, пользуясь катающиеся, вращающиеся аварийные транспортные средства. И помогите свиньям управлять транспортным средством на различных уровнях. Вызывая разрушение хаоса. Куда бы они не пошли. Королевская свинья голодна. И он посылает свиней, чтобы открыть для себя различные кухни мира. Посетите различные объемы и найдите рецепт фирменного блюда этой культуры. Голод королевской свиньи бесконечен. Поэтому свиньи должны постоянно находить новые блюда, чтобы представить их королю. Ну и по-моему это все, что здесь есть интересного в описании. Ну и что тут можно сказать? Вот есть такой небольшой набросок сюжета. Путешествия по разным культурам. Разные локации, как понятно из описания. Звучит довольно интересно. Это мне напомнило даже изначальный концепт Angry Birds 2. Когда там игра тогда еще называлась... Ну тогда на раннем этапе разработки игра называлась не Angry Birds 2, а Angry Birds Under Peak Construction, по-моему. И там тоже был концепт с перемещением, но не только в пространстве, но еще во времени. И тоже различные там культуры, эпохи, страны и все такое. Так что если вот это будет реализовано, это будет достаточно интересно. Так что ждем каких-нибудь еще подтверждений. Ладно, в принципе здесь больше на этой странице делать нечего. Переходим к опросу. Нажимаем играть в игру. Перево... так... Перевелось автоматически хорошо. Благодарю за вас интерес. Вот здесь все стандартно. Приветствую, все такое. Первый вопрос. Что застало вас нажать на объявление? Опять же, такой же вопрос был и в прошлых опросах, и в вопросах по другим играм. Так что давайте тут что-нибудь быстренько немного отпотыкаем, потому что я не буду сохранять результаты, чтобы не думать, что выбирать, а быстро пройти и просто показать вам. Что здесь еще? Что застало вас нажать кнопку скачать или играть на странице магазина? Опять же, такой же вопрос тоже был. Давайте опять бренд BadPigis тыкнем, чтобы пройти дальше. Исходя из увиденного... Исходя из увиденное... Из увиденного, да. Какие следующие слов лучше всего описывать игру на ваш взгляд? Давайте здесь что-нибудь наугад. Тыкнем. Ну, здесь опять вот это все, но получается уже было в прошлых опросах. Ничего интересного. В прошлом месяце вы играли в игры на любом из... В прошлом месяце вы играли в игры на любом из следующих устройств? Ну, давайте что уберем. Пока. Что у нас дальше? Какие из этих устройств являются вашей основной платформой для игр? Ну, здесь из того, что мы уже выбрали, дают выбор. Ну, то есть, выбираем ПК. Вам было бы интересно играть в игру на любом из следующих устройств? Ну, давайте здесь что-нибудь тоже потыкаем. Ну, такие вопросы... Вопросы, опять же, были. Или в прошлых тестах. По сравнению с другими играми для ПК, насколько инновационной кажется эта игра? Так, ну, давайте 8. Как бы ценили визуально 10 лет игры, но здесь movie design, так что... Так что давайте там 4. Как бы вы оценили геймплей этой игры, но давайте опять 8. Но, опять же, вот эти шкалы, все, это уже было. В этом плане в вопросе ничего нового особо нет. Вот здесь только немного другой вопрос. Раньше не было необязательных вопросов, по-моему. Если что-нибудь, что вы хотели бы видеть в игре, что могло бы сделать ее более привлекательной для вас. Ну, здесь что-нибудь можно написать. Я бы, например, написал про дизайн. Но так как вопросы завершать не буду, ничего писать не буду. Так, здесь у нас вопросы по другим играм. Рассматривая свой опыт с компьютерными играми в целом. Какие из следующих аспектов являются наиболее важными для вас, чтобы наслаждаться мобильной игрой? Ну, давайте там что-нибудь наугад. Вы когда-нибудь играли в каких-нибудь из следующих играх? Пожалуйста, уберите все игры, в которые вы играли или играете в настоящее время. Ну, такие же вопросы уже были. У Animal Crossing есть карманное издание. Не знал. Ну, давайте Angry Birds. Так, вы играли в эти игры последние две недели? Ну, из того, что мы выбрали, надо опять выбрать Angry Birds. И на всех игровых платформах вы когда-нибудь играли в какую-либо из следующих игр? Пожалуйста, уберите все игры, в которые вы играли или играете в настоящее время. Ну, давайте Minecraft, пересечение животных с новым горизонтом. Да, гениальный перевод. Ладно. Опять ваш Кеншин. Так. Вы... Ну, опять же, вы играли в какие-либо из этих игр в последние две недели? А, ну, это уже это все последние уже страницы. Здесь уже все отправляем в ответ. Сколько вам лет? И какой ваш пол? Ну, здесь, конечно же... Ну, вот. Весь опрос. Что можно сказать про него? Ну, он довольно скучный, короткий. Ничего нового здесь особо нету. Мне кажется, вообще ничего нового нету. Все было и раньше. Здесь пропали вопросы насчет, какой дизайн вам больше нравится. Там только было, насколько вы оцениваете визуальный дизайн. А выбора между, там, как раньше, между классическим дизайном, дизайном Toons... Его тут не было. Это может говорить о том, что они все-таки выбрали дизайн фильма. Но я не уверен. Ну и что? Здесь интересного больше ничего нет. Вроде все мы тут разобрали, посмотрели. Так что можем переходить к следующим играм Angry Birds. Интересно, раз возвращают опросы, не вернут ли тогда опрос по Go? Ну, наверное. Посмотрим. И еще насчет новых игр. Эта новость как-то прошла мимо меня. И я вам о ней не рассказывал. 24 июня 2021 года Red написал твит, который приглашал всех желающих участвовать в проекте Angry Birds Next. Angry Birds Next Playtest. Это частая тестовая группа, созданная Rovio Entertainment 24 июня 2021 года, чтобы заставить поклонников протестировать новую игру, над которой работает компания. Это может быть Double Cross, Launch It или BadPiggy 2, ремейк какой-нибудь старой игры или вообще новая игра Angry Birds, о которой мы еще не знаем. Форум начал принимать заявителей 24 июня и закрыл регистрацию 29 июня 2021 года. Требования. Действительный адрес электронной почты, iPhone, iPad под управлением iOS 13 или более поздней версии. Или устройство Android под управлением Android Oreo, Android 8.1 или более поздней версии. Рабочая учетная запись Discord. Если у вас ее еще нет, перейдите. Короче, зарегистрируйтесь в Discord. Подписать соглашение о неразглашении NDA. Это проект с замалчиваемостью. Это означает то, что что происходит в игре, остается в игре. Если вы несовершеннолетний, вам также понадобится подпись родителя или опекуна. Обязательно не менее 1 часа игрового времени в день в течение 4 дней. К сожалению, я подать заявку не успел, так как узнал об этом вообще недавно. Но думаю, кто-то из вас ее подавал. Напишите, что там как, если это сделали. Когда будет сам этот тест, неизвестно. Вряд ли он уже прошел, ведь никаких слухов и сливов по этому поводу не было. Да и как понятно из интервью, новые игры Angry Birds пока далеки до состояния, в котором их можно тестировать. Так что ждем новостей. Angry Birds и журни софт для релиза. Недавно Рои написали, что она выйдет в начале следующего года. Даты выхода нет. Ну что, будем ждать. Что касается уже вышедших игр, то Badpigis наконец спустя почти 2 года получила обновление. Оно заключается только в исправлении багов, но это уже радует. Про игру не забыли и закрывать не собирается. Обновление получили обе версии. Обычное и HD. На устройствах Android и iOS. И кстати недавно вышло еще одно обновление. Ничего нового там нет. Что касается других игр, то обновления у них выходят более-менее регулярно. Правда Evolution не получал обновления больше года. Это касается и AR Isle of Pigs. А на Explore вообще всем пофиг, его наверное скоро закроют. Хотя я так говорил и год назад. Ладно. С игры мы закончили, теперь переходим к анимационным проектам Angry Birds. Начнем с мультсериалов. Недавно ютуб канал Angry Birds набрал 5 миллионов подписчиков. И в честь этого Rovio устроили праздничный стрим. Там не было ничего интересного, кроме подтверждения второго сезона мультсериала Angry Birds Makerspace. Блин, а в каком-то старом ролике я прочитал его название как Markerspace. Ну как так просто можно было? Хоть и мультсериал и скучноватый, там были неплохие серии и приятные отсылки. Так что лично я жду. Про второй сезон Bubble Trouble неизвестно. Будет ли он? Я склоняюсь к тому, что да. Все таки вселенную Dream Blast Rovio развивают. Что касается Angry Birds On The Run, который мне кажется никто кроме меня вообще не смотрит. То неизвестно будет ли третий сезон. Но скорее всего да. Хоть второй сезон и вышел совсем дурацким. Но все таки концовка там была прикольная. Так что небольшой интерес к продолжению лично у меня есть. В данный момент продолжает выходить второй сезон мультсериала Angry Birds Slingshot Stories. Это один из лучших мультсериалов про Angry Birds вообще. А во втором сезоне серии значительно больше чем в первом. Это радует. И похоже что в каждом сезоне Angry Birds Slingshot выйдет серия только ради одной которой этот сезон должен был выйти. В первом сезоне это была серия в которой нам показали что случается со свиньями после того как их уничтожают птицы на уровне. Но во втором сезоне есть серия которая даже смогла произойти ту. По сюжету одиннадцатой серии второго сезона Piggy Pranks свиньи снимают видео с пранками и выкладывают на видеохостинг. Им приходит первый комментарий. Да, Bring Back 2012 теперь официально стал частью франшизы Angry Birds. И это реально круто. Рои показали что могут самоиронию и потроллили фанатов. Которые спамнили этим хештегом под всеми видео Angry Birds вне зависимости от их тематики и из-за чего Рои они могли получать нормальный фидбэк. Это реально было неожиданно. Так что думаю мы увидим отсылки на этот хештег и будущих проектов компании. Не удивлюсь даже если они сделают когда-нибудь тематический турнир в Фрэнс. Кстати недавно этот мульт сериал вместе с Bubble Trouble вышел на Нетфликс. То круто для веб сериалов с ютуба. Так что Рои планируют активно осваивать эту стриминговую платформу. Что же касается Angry Birds Movie 3 то здесь ситуация неоднозначная. Да, фильм еле купился и поэтому следующая часть может выйти вообще в убыток. Но с другой стороны недавно были новости что Angry Birds в кино 2 был вторым по популярности фильмом на Нетфликс в период с 27 февраля по 20 июня. Это по данным портала Forbes. Причем с конца февраля по март он был самым популярным фильмом. То есть его в этот период времени смотрели больше всего пользователи Нетфликс. И поэтому сейчас непонятно увидел ли мы Angry Birds в кино 3. Понятно что рано или поздно Рои захотят вернуть птиц на большие экраны. Но когда это будет и в каком виде не ясно. Будет ли это продолжение или перезапуск. Мне кажется все будет зависеть от успеха Angry Birds Summer Madness. Я часто говорил об этом проекте. Этот мультсериал должен был выйти на Нетфликс в этом году. Но недавно информация на странице проекта обновилась. И дата выхода была изменена на 2022 год. Вроде даже где-то писалось про дату релиза 28 января. Но я бы не стал этому сильно верить. В какой-то момент на странице Нетфликса писалось что это фильм. Но наверное это просто ошибка. Потому что сейчас они вроде справились снова на сериал. Что ж будем ждать. К сожалению в этом году мы мультсериал не дождались. Так что пока его ждем. Мне похоже и правда придется снять обзор на трансформеров от Нетфликс. Который я обещал еще год назад. Ладно. Это все что известно по анимационным проектам на данный момент. Один из прошлых роликов я начал с грустной новости о закрытии проекта Angry Birds Fight Reforged. Кто забыл Reforged это фанатский проект исключающийся в восстановлении Angry Birds Fight. Закрытый Ровио в ноябре 2017 года. 15 мая 2021 года на ютуб канале Bubbles вышло видео. Которым было сказано что разработка игры была отменена. У разработчиков не было достаточно опыта работы с серверами и им нужны были новые люди. И серверные пакеты оригинальной игры. Но к счастью недавно появились новости о том что игра все таки выйдет. Это случилось благодаря пользователю с ником Zingy. Он помог серверами. 16 октября альфа версия игры стала доступна для тестеров. Об этом я писал пост и приглашал всех на стрим альфы на канале Bubbles. Хоть отклик на мой пост был небольшой. Некоторые все таки посетили стрим. Сейчас он доступен так что переходите по ссылке и смотрите. Также можете посмотреть геймплей на канале ЦМИ Зак. Что касается самой игры. Это выглядит просто как Angry Birds Fight. Они просто решили восстановить эту игру. Все точно так же как и было. И выглядит это качественно. Игра пока естественно готова не полностью. Сейчас в игре есть только игра с ботами и часть компании. И просто в один момент ее прохождение игра неожиданно заканчивается. Но думаю все будет хорошо. Но даже при альфа тесте все пошло не очень гладко. Один тестер просто слил игру в сеть и поиграть в нее могли все желающие. И особенно неприятно из-за того что он русскоговорящий. Но можете не сильно не волноваться о репутации русских. Автор канала ЦМИ Зак написал что все русские классные люди. У него много русских друзей. А он является одним из тестеров. Так что думаю никакой привзятости не будет. Там все таки все адекватные. Не важно кто именно этот сливщик. И ни в коем случае не надо никого травить. Это все равно ничего не изменит. И ни к чему хорошему не приведет. Сливщик уже был наказан разработчиками игры. И после этого естественно автору проекта под ником fairplay137 ничего не оставалось. Кроме того как выложить альфу в общий доступ. Поэтому все кто есть на дискорд сервере игры. К нему можно спокойно присоединиться. Ссылку я оставлю. Могли в нее поиграть. Так что не стоит скачивать тот слив. И присоединяться к дискорд серверу Сливера. Ради этого. Все равно доступа к игре он больше не имеет. Но на 23 октября сервера Fight Reforged были отключены. Дело в том что они не были предназначены для работы с таким большим количеством игроков. Именно поэтому и делают закрытые тесты. И запрещают распространять APK файл игры. Но ничего страшного. Разработка игры не остановлена. Авторы обещают добавить мультиплеер в следующей версии. Но когда она выйдет непонятно. Это может занять много времени. Потому что Fireplay137 сейчас очень занят. Был какой-то слух что игра вообще выйдет в конце февраля. Но его опровергли. Так что раньше следующей весны релиза ждать не стоит. Интересно также что сами Рови пока никак не комментировали этот проект. Но возможно это еще случится. Так что ждем новостей и по этому проекту. И на такой позитивной ноте мы заканчиваем наш выпуск. Как видно ситуация птичек действительно улучшается. Пусть Reloaded и не та игра которую мы так долго ждали. Но это шаг в верном направлении. Сейчас у Рови есть потенциально крутые проекты с птичками. Bad Piggyz 2. Go. Classic. Да что тут говорить. Даже у фанатов разработка Fight идет хорошо. Пускай случаются траблы со сливами данных. С судебными исками. Переносами. В целом сейчас все идет очень хорошо. О том что происходит с франшизой сейчас. Мы не могли и мечтать год назад. Я конечно уже много говорил об этом. О том как фанаты помогли спасти Angry Birds. Ведь по сути перед нами довольно уникальный случай изменения политики и компании. Который даже может войти в историю видеоигровой индустрии. Если начнется вторая волна популярности Angry Birds. Разработчики реально пытаются услышать фанатов. И если все и дальше будет идти хорошо. То возможно 2022 год. И правда станет как называет это Александр Перетья Норманд. Angry New Year. Совете в различных и немецких и дорогах. Пошел вLED везде. Капис И Elementary its Specialist Оужием номер 1 . Показ Clouds器. Инставляем номер 4S. Какая очень нравится. Руд To всех местных и cidade. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok